И опять же, мы не знаем до какой степени они были зависимы, эти семь процентов. Мы не знали зависимую друг другим уши. Ну да, и главное, опять же, что в этом случае, когда получается, одна зависимость подменяется на другую. То, что опять же говорят специалисты, появляется эндорфиновая зависимость. То, что происходит на собраниях неопейсятических сект, когда люди входят в трансовое состояние, когда в кровь у нас большое количество эндорфинов, или эндоморфинов. Это внутренние морфины, молекулы которых очень похожи на молекулы морфина, и человек выбрасывается, мозг работает в гипофизу, работает в усиленном режиме, выбрасывается в кровь эндорфины, человек от этого эйферическое состояние, и от него точно так же зависит. Если его не пускать на собрания, неопейсятические, то через день он побежит к одному за новой дозой. Это замена одной зависимости на другую. И про это достаточно много писали специалисты-психиатры. Вопрос про Игнатия Лапкина. Игнатий Лапкин на Алтае, насколько я могу судить, у него такая псевдо-православная секта с очень жестким контролем. А это делает у своего собственного брата, которым он руководит, его брат-священник, положен в зарубежной церкви. И сейчас к какой церкви относится его община и относится ли она к церкви вообще, понять достаточно сложно. Можно сказать, 19 мая у них будет встреча с правящим архиереем, епископом Максимом. Они обсуждают этот вопрос, и вопрос этот еще не закрытый. Но будем очень надеяться, что все-таки в этой мудрости... Нет, я просто говорю, что вы его назвали сектантом, сектантом его нельзя назвать. Он именно православный, вот и все. Тут никак по-другому не получается. Благодатное священство он не отвергает, московская петриархия им принимается в полном объеме. А про недостатки, которые пишутся в церкви, это уже другой разговор. И от того, что какой у него характер, характер у нас у всех разный. Так ли? Ну, дай Бог, то, что я слышал, опять же, я сказал все-таки в таком сослагательном плане, то, что я слышал о его общении, о том жестком контроле, который там есть... Контроль именно по поводу того, что грех не должен властвовать над человеком. В этом отношении очень жесткий контроль. А выйти туда, войти, это все, кто заманивает, а туда не заманивают. А внутри человек можно и с вами... Свободно, свободно. Хоть демон может причащаться, исповедоваться. Каноническое общение принято между зарубежной церковью и московским патриархатом. Поэтому любой их, так сказать, член общины может причащаться в любом храме нашей и московской патриархии, и зарубежной церкви. А можно ли любой член их общины выйти из общины? А если человек выйдет из общины, с ним потом разговаривает или вы считает предателем? Во-первых, если все по согласию идет, если он не обижает... Какие-то обиды, может быть, возникли. Ну, если по согласию, то, пожалуйста, выходи. Выйти, жить в городе, ходить в другой храм и... Пожалуйста. И с ним будут разговаривать, с ним общение не запретят? Ну, конечно, нет. Если только он это... не лжет. Если он это лжет на людей, допустим, на тех же людей из общины, он... Ну, просто это, как говорится, что-то придумает свое такое, тогда, конечно, с ним это не будут разговаривать. Просто говори правду и все, как есть. Ну, вот тут, видите, есть какие-то... Опять же, то, что я слышал от других людей, о том контроле, который там есть, внушает... Ну, контроль... Я сам туда ездил, я сам это видел, я все это посмотрел и с людьми разговаривал. И, как говорится, это... Тут, понимаете, практический это подход, такой, чтобы грех не властовал над человеком и душой. В этом отношении, да. Давайте дождемся вот переговоров с Владимиром Максимом, тогда, собственно, будем надеяться, что... Ну, не называйте его сектантом, потому что он не сектант. Спасибо. Я сказал, что к нему много вопросов. Вопросы можно, как говорится, разобрать, решить. В православии нет гипноза. Секты многие работают через гипноз.